Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Новые случаи лжеминирования в Гомеле. Накануне вечером правоохранители получили сообщения о взрывных устройствах в еще нескольких школах города. А сегодня утром в милицию поступил сигнал о бомбе в 47-й школе. Детей и работников эвакуировали. Личность злоумышленника устанавливается, возбуждено уголовное дело. В Гомеле водителя маршрутки привлекли к административной ответственности за создание аварийной обстановки. Напомним, около месяца назад он отъезжал от остановки улицы Тимофеенко и не уступил дорогу водителю Пежо, который двигался по крайней левой полосе в попутном направлении. К счастью, ДТП удалось избежать. Несмотря на то, что автомобиль занесло на дороге, он остановился до выезжающего автобуса. За создание аварийной обстановки в отношении водителя маршрутки составлен административный протокол. Ему грозит наказание в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с лишением права управления транспортным средством до двух лет или без лишения. Мазырянин хранил в гараже почти 10 килограммов насвая. Полимерный пакет с веществом обнаружили оперативники наркоконтроля Мозырского РОВД совместно с коллегами из уголовного розыска. Владелец насвая – 60-летний мужчина. Хранил его для продажи. Составлен административный протокол. В Петриковском районе лошадь провалилась в яму для загрузки зерна. Понадобилась помощь спасателей. Место происшествия – деревня Куритичи. Животное упало в яму глубиной 2 метра. Самостоятельно выбраться не смогло. При помощи хозяйственных рукавов и подручных средств лошадь вытащили на поверхность. Ветеринарной помощи животное не нуждается. Это все новости на сегодня. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. Берегите себя и оставайтесь на Беларусь 4.